Ни для кого не секрет, что в Red Dead Online можно менять свой вес, можно его увеличивать или уменьшать. Для чего это, каким образом, влияние веса на поглощение демага, все об этом мы расскажем в этом ролике. С вами Готика, с вами Сократ, ролик помогали делать Широ, Total Black и Devil Ghost. Все ссылки в описании, соответственно, Дискорд наш тоже, вся полезная информация, все есть в нашем Дискорде, обязательно вступайте. Ну а мы начинаем, погнали! Перед началом видео давайте вообще рассмотрим, что такое вес. Если вы будете есть слишком много или слишком мало, это повлияет на ваш итоговый вес. При излишке веса ваша выносливость ухудшается, а здоровье улучшается. При недостаточном весе здоровье ухудшается, а выносливость улучшается. В данный момент вы видите, что происходит с человеком, когда у него недобор веса, недостаточный. Расход вес, расход выносливости минус 7,5%, а получаемый урон плюс 7,5%. При максимальном весе, при избытке его, получаемый урон минус 7,5%, а скорость расходования выносливости, скорость расходования выносливости плюс 7,5%. Что такое скорость расходов выносливости? Это не будет означать, что вы будете быстрее или медленнее бегать. Это означает, что когда вы зажимаете shift и бежите, внешнее кольцо будет быстрее намного израсходовать шкалу выносливости. И это очень важно. Ведь по сути дела это используют, ну то есть когда вы бежите, вы быстрее выдыхаете, соответственно вы быстрее перестаете бегать. И более того, это важно для тех, кто использует луки, потому что натянутая сетева расходует выносливость, и соответственно при этом вы будете расходовать еще ее быстрее. Однако есть такая вещь, как получаемый урон. Насколько сильно это влияет, в этом видео мы подготовили для вас тесты из всевозможных орудий, всеми возможными использования тоников. То есть использовали оружие без тоников, использовали оружие с тониками второго уровня, с тониками третьего уровня. Да господи, мы даже использовали с третьим уровнем тоников фуллтанка билдей с максимальным весом, чтобы показать разницу, насколько вы дольше живете. Относительно того, как набрать вес. Тут самая важная информация, что на максимальном поглощении веса приобретение являются все виды пищи. То есть там консервированные персики, мясо дикой дичи и так далее, и так далее. Больше всего на прибавку веса влияет мясо, но тут есть один большой, огромный точнее нюанс. За раз вы съедаете два кусочка мяса и получаете максимальный буст к повышению веса. После какого-то времени, а если быть точнее, то 39 минут, вы сможете съесть еще два кусочка мяса, тем самым вы еще прибавитесь к своему весу. Но для того, чтобы это сделать быстрее, можно просто съесть два кусочка мяса, выйти из игры и выйти полностью из игры. То есть закрыть клиент, закрыть лаунчер, потом заново все загрузить. И таким образом вы сможете еще съесть два кусочка, прибавить вес. То есть, грубо говоря, от недостаточного до максимального веса можно сделать за 20 минут. Просто выходя из игры, поглощая два кусочка мяса. Вопрос в том, как согнать вес. Тут на самом деле все очень просто. Кажется, вроде бы не ешь и вес будет недостаточен. Тут на самом деле все не так просто, потому что, если вы не питаетесь, вес будет уходить очень-очень медленно. Можно одеть теплую куртку, теплую шапку, чтобы у вас был эффект жары, чтобы вы потеете. И бегать где-то в пустыне. Именно бегать, не стоять, а бегать. Таким образом вы будете еще быстрее сбрасывать вес. Но сбросить вес в игре, как и в жизни, проблематично. Это очень долгий процесс. И, соответственно, можете не переживать, что нагнав вес по максимальному вы не получаете демаги. И после чего вам надо постоянно его поддерживать, съели два кусочка, погнали дальше заниматься своими делами. Для тех, кто хочет и играет на метком гаденуше, и кому, собственно, получаемый урон особо не влияет роли, тут, конечно, недостаточный вес, а это прям проблематично его держать все время в комфорте. Съели два кусочка мяса или какой-то там персик, и он уже не недостаточный, а средний. Вот, теперь, собственно, переходим к тестам. Тестам на поглощение урона. Видеоряд я уже вставил, чтобы вы начали примерно осматриваться. Значит, смотрите, что произошло. Мы делаем это на максимально начищенном оружии с использованием экспресс-патрона. То есть все тесты проходили с экспресс-патроном, максимально начищенном оружии, без карт-способностей. То есть без карт-способности на защиту и без карт-способностей на урон. То есть это прям голый урон. Разница между отсутствием веса и максимальным весом – это пережить одно попадание. То есть ланкастер – это два без веса, три с весом. Маузер, соответственно, это четыре без веса, пять с весом. А вот теперь интересный момент. Лема – это три попадания и с недостатком веса, и с избытком веса. Но лема – это один из самых сильных пистолетов. То есть если брать шофел, то это будет два попадания и так далее. То есть на данный момент избыток веса при отсутствии карт-способностей влияет только на основные ходовые орудия. Как вы видите, карканы убивают с двух попаданий, что с весом, что без веса. Болтовка с откидным затвором также убивает с одного попадания. Интересное наблюдение. Перед использованием бусто-способности на карты и тоники мы добавили всего по две карты каждому. Это выбор стрелка и железная легкая. И у одного человека, соответственно, у Total Black недостаток веса, у Дэвила Госта избыток веса. И уже сейчас существенное различие есть. Винтовка с откидным затвором убивает уже с двух попаданий, а не с одного. И это означает, что избыток веса уже добавляет пережить одну пулю. И это касается всех предыдущих орудий. То, соответственно, с этими двумя картами уже Лима, соответственно, это четыре попадания. И так далее, так далее. Важный момент, что при использовании второго уровня тоника, второго уровня тоника, у вас будет абсолютно такой же показатель. То есть, Ланкастер, Маузер дадут вам плюс один к жизни, а вот Лима, Каркана, откидной затвор будет абсолютно так же. Это без карт способности на урон и без карт способности на защиту, соответственно. То есть, вес влияет больше на урон слабого оружия, который дает вам буст. Но, однако, третий уровень тоника уже дает совершенно другую картину. Обратите внимание, в этом фрагменте видео уже Лима против третьего уровня тоника без карт способности. Начищенная Лима с экспресс-патроном, человек с недостатком веса умирает от 7 патронов, а вот человек с избытком веса уже от 8 патронов. С Каркана и с откидным затвором, конечно, с болтовкой дела уже не так приятны, как с Лимой. То есть, без карт способности, без карт способности на увеличение урона, на уменьшение урона. С экспресс-патроном, что одно оружие, что второе показывает результат одинаковый при человеке с недостатком веса и при человеке с избытком веса при использовании тоников уже третьего уровня. Соответственно, мы приходим к выводу, что без карт способности, что на урон, что на защиту, использование тоников что второго уровня, что третьего уровня при использовании недостатка и при избытке веса ни на что не влияет. Однако не стоит расстраиваться на этом моменте видео, потому что дальше будет просто бомбическая информация. Смотрите, мы используем танкобилд, в котором участвует железная легкая, когда вы используете меткий глаз, уроны в голову считаются как уроны по корпусу и дает вам защиту. Железная легкая, чем выше выносливость, тем больше сопротивляемость урону. Дальше, единожды обманутый, это соответственно перк на защиту, каждое последующее попадание наносит вам меньше урона, использование третьего уровня тоника. И здесь результаты абсолютно кардинально, даже я бы так сказал, разные, у людей с недостатком веса и у людей с избытком его. Уринально огромная разница, ланкастер позволяет с избытком веса пережить уже два попадания, маузер позволяет пережить уже три попадания. И вот начинается противоборство между одним из самых сильных оружия, то есть лимаш, офилд или флотский, карканы, откидной затвор. И да, удастся ли пережить с избытком веса на одну, может быть на две пули больше попаданий, чем собственно без веса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь задумайтесь, 6 прямых попаданий в голову с откидного затвора. Вот так вот избыток веса, тоники и собственно танк и билд влияет на то, что Devil Ghost может в 2-3 лица вместе с Shira и Total Black развалить 6-7 человек, которые используют раскраску или еще что-то. А на этом у нас все, ролик был очень долгий, очень долго проводили тесты. Если вы используете танк и билд, обязательно делайте избыток веса, вы переживете одну, а то и две или три попадания в зависимости от оружия противника. Если вы играете с раскраской, ну, совет да любовь, так сказать. Стремитесь к лучшему. У каждого свои недостатки. Старайтесь играть лучше. Используйте свой билд на максималку. Тут уже влияние веса ни на что не влияет, потому что без танка билда, что 2, что 3, третий уровень тоника вы будете умирать, что с избытком, что с недостатком веса. Здесь уже фактически без разницы. Это видео нацелено на тех, кто хочет сделать из своего билда максимальную живучесть. Задумайтесь над этим, ставьте лайк, обязательно заходите к нам в Дискорд, мы всему научим, всему расскажем, всему обучим. С вами была Готика, с вами был Сократ, Devil Ghost Shira, Total Black. Спасибо большое за помощь в съемках этого видео. Продолжение следует...